Добрый вечер, друзья. Мы снова вместе. С момента отсчёта пошла 33-я серия. Вы меня можете поздравить. Ещё одно мировое открытие, принадлежащее скромненько, как бы не стыдно говорить, что оно мне принадлежит, стало реальностью, но немецким стало. Но ещё мы по порядку. Я не случайно это говорю. Со свиным рылом трудно, сами знаете. Вся Россия ещё со свиным рылом. И нужны прорывы. Например, в сельском хозяйстве прорываться уже дальше, казалось бы, некуда. Я вынужден повториться по принципу, как тот юморист анекдот нам рассказал. Помните, Государственная Дума в трёх чтениях принимает закон. Первый раз прочитали и не поняли ничего, второй раз прочитали и не поняли, третий раз наконец поняли. Вот это вторая попытка. Ещё раз, ниже я расскажу, что там творится в академиях этих, в наших. А пока я низкокланяюсь Владимиру Ваякову, профессору, за эту фразу, которая является, пусть опосредованно, пусть как-то словонамёком, на то, что одно из глобальнейших мировых понятий, на чём держится всё, весь мир, это то, откуда зародилась жизнь на Земле. Вот, и она уже с 1984 года, на самом деле, ой, 2014 года, на самом деле, раньше ещё, если копнуть, принадлежит мне. И ещё Латинков, который мне помогал. Так вот, значит, вот это вот, я вынужден это повторить, потому что сейчас ещё никто это не украл, но украдут точно, потому что словонамёки, уважаемый Владимир Ваяков, это сильно мало. Вот, у вас сейчас есть для продолжать эту тему, вот, и стать академиком, а может, уже академик. Вот, здесь написано, профессор МГУ. Так, или вас попросят в отставку, потому что, вот, сам атеизм, он какой-то жутко фанатичный, какой-то он яростный. Вот, ему такое впечатление, что, если даже здесь Бог на небе появится, вот, они скажут, это спецэффект. Так вот, значит, вот это вот, ещё раз повторяюсь, теория происхождения жизни на планете Земля. Вот она, ещё раз можете прочитать. Так, теперь скажете, ага, один уже задал такой вопрос, а нам-то с нашими этими инфляцией, и этим самым, с жизненьким супчиком, какое дело до молекулы супового первобытного набора. А такое, когда это будет принято, начнут делать специальные растворы, так как мы тоже имеем силой каркас, человек, и в специальных растворах по своим каркасам будем отращивать руки и ноги. И приоритеты тут будет уже не наши. Теория теории, а для ней должна следовать практика. Это не шутки. Вот. Если бы, я бы уже лишний раз, да, если бы у меня глава в книге, попробуйте теперь, украдите. Но дело в том, что дальше-то что? Вот за этим намеками должны последовать более серьезные дела. Исследования, расследования, опыты. Вот в чем дело. А почему я так говорю? Потому что последовала следующая сенсация перед вами. Помните, хоть Минхаузен, он как бы считался вралем, но мне понравилось его это самое, где у него подвиги были по расписанию буквально. Итак, следующий момент. Он касается нас, садоводов, и тоже является одним из краеугольных камней природы, биологии, ботаники. Итак, сейчас сразу скажу, почему вдруг я к этому вернулся. Итак, значит, существует уже статья о том, что культурные растения появились раньше человека. в готовом виде. Так. Вот. И вся вот эта вот культура, вся практика их гибридизации. Видите, тут путем гибридизации, селекции генной инженерии, все это вторично, все это не так. Я это уже давно доказал. Вот. И казалось бы. Ну и что, что сегодня не обращусь. Та же, как тут появились намеки, идет через 50. Видите, такое же слово появится. По отношению уже это. Здесь, что уже, даже не называемая фамилия, что появились намеки, что культурные растения. Ну и так далее, и так далее. И что? И зачем это надо? Вот. А затем что? Внимание! Чему я клоню-то? Во вторник. Вот. Россия, так и называется. Канал Радио Россия. Это крупнейший, самый главный канал России в нашей стране. В новостях сказал следующее. Вот среди там этих всех опять стрельба, там эти аварии. И вдруг, ни с того ни с чего, слушаю, еду в машине, примерно в третьей-пятой минуте. Своими ушами слушаю. Немецкие ученые путем анализа доказали. Заметьте, они доказали, а? А не мы со свиными рылами. Вот. Что? Цитирую. Такое забыть невозможно. Что культурные растения появились вперед человека. И вовсе не выведены человеком. А ведь это не шутки. Смотрите, друзья. Вот. Фактически. Я не говорю, что они мне что-то украли. Просто это никому даром не надо. Это даже, я не уверен, что об этом узнают вообще эти самые академики. Они живут в другом мире. Вот. А они далеки. А мы нет, мы недалеки. Смотрите сюда. Я, кстати, дальше пойдем по теме, как обычно. Письма, вопрос, ответы. Все будет. Но поймите, сейчас только шестая минута разговора идет. Вы понимаете, вы присутствуете при мировой сенсации. И уже не первая. У меня их еще много. Я могу в течение недели, двух каждый день такие выдавать. Вот. Сейчас смотрите. Вот это вот фотогалерея. Вот. Вот это мной получено. Каким путем? Ой. Мы уже все знаете. Давайте полюбуемся. Вот это фотогалерея. Вот. Видите? Видите? У Мичурина не читали? Нет. Знаете, как он пишет? У него появился термин порча со рту. Вот они испорчены. Смотрите. Вот они испорчены. А фактически я создал условия, при которых они восстанавливаются до райских, тех самых, которые в Библии. Это еще не все. Смолотым, смолотым. Видите, как в литровую банку три абрикоса влазит. Вот. Вот еще. Это только были последние. Не последние. А еще выше и ниже. В общем, поняли, да? Ну и что? Прививками портятся? Нет. Вот. Сеянцы могут вернуться в состояние предельной крупности или вкуса? Могут. Вот. Это я доказал своим путем. А есть такое понятие, а гистохимия, я дальше сам не знаю, о чем говорю. Но это все было проделано немецкими учеными. Они пришли к такими выводами. Приоритет за кем? Правильно, за немцами. Про них сказали по радио, а про меня же услышите? Ага. Только это самое, там, ладно, совсем грустно будет, если я продолжу тему. Вот вам еще одно открытие. Вот. Значит, по поводу того первого. Вот. Оно, конечно... Ну, да, жалко, что никому это не надо. А ведь оно доказано. Ладно, проехали. Итак. Я выражаю свою особую благодарность. Надеюсь, меня слышит ребрик Александр Алексеевич. Это единственный настоящий журналист в нашей России, который пишет на тему с удовольствием. Единственный настоящий. Как он смел, как он мог. Когда-то меня крупнейшая газета на тот момент так обласкала. 2007 год. Лауреат. 15 тысяч премий, не считая гонораров. Все великолепно. Потом бах, кто-то это самое... Кто-то... Ну, конкретный человек, есть письма его. Который сказал, все, хватит, это самое, не верь тяжелезу. Вот. И, кстати, я вот это дурею, да? Этот же человек, опять, ну не могу я... Письмо-то было частное, отправлено главному редактору. А мне его переслали с редакции. Я не имею права его это огласить. И фамилию не имею права. Я говорю, вы даже не знаете, о ком речь идет. Вот. Я ни разу не заикнулся, даже инициалы не называл. Вот. И вот когда я посмотрел, чем он занимается... И с кустарником штамбы делают, делают из них деревья. Я думаю, господи, куда мы вообще идем? Уже все, уже... И вот когда проявляются новые идеи, вот они. А вот это, знаете, что? Я взял... Вот то, что культурное из диких, да? Это... Вот наберите. Я в школе это изучал. Это кто-то дал ответ вот этой даме. Даже не задумывайся. Это все цитируется, вот так делается. Раз. Вот так. И это. И это. И все по всей... Культурное растение не имеет естественных ареалов. Да имеют они ареалов, естественно. Культурное растение, а растение вращивают человеком. Чушь собачья. Человеком. Обезьяны, что ли, выращивали? Вот. Тьфу, елки-палки. Ну ладно. Так вот, ребрик поверил мне. Посмотрите сюда. Вот. Это просто я взял... Много, несколько лет он меня писал, спасибо, в каждом номере. Красивая журнал. Красивая все. Кстати, фотографии тоже десятка три украла с этих сайтов. Вот. Если я пишу про абрикос, то я пишу горькая правда. Это все, ведь они случайно. Вы же потом прочтете это отдельно. Это что же учеба? Где вам сейчас искать журнал, который закрылся? Где вы теперь что найдете? Вот, пожалуйста. Есть горькая правда, есть положительный опыт. Вот. Кстати сказать, я положительный сибирский опыт. И тут вот, учеба, учеба, давайте поподробнее. То есть обратно закладывают сад на южный слон и гор холма. Вот. Это все правильно. А потом у нас пойдут письма ниже ребят, которые живут на самом-самом южном юге. Им-то куда? У них там на этих как раз все наоборот получается. Вот им-то я посоветую. На северном склоне гор. Понимаете? Поэтому все настолько еще серьезно, что мы с вами будем, наверное, встречаться, может быть, каждый неделю несколько лет. Если это вы готовы. Вот это я просто показать, как умеет ребрик. Самый яркий, самый красивый журнал в России был. Единственный человек, который не побоялся. Представляете? Как можно было, Александр Алексеевич, вы что? Как можно было вот это напечатать? Постулат номер два. На земле изначально расти культурные сорта и виды плодовых растений, последствия за природной катаплизмой одичавшей. А дальше-то идет правильное объяснение, что это. Так. И смотрим, когда это было. Ну, это следующий уже номер. Получается, это было в 2013 году. Прошло шесть лет. Немцам отдали. Подарили немцам. А когда ребрик это все имел смелость, страшную смелость, потому что не посмел больше никто. Я же не только ему высылал эти материалы. Вот. Почему я говорю об этом? Потому что дальше пошло так. Следующие постулаты. Это, прочтете, это самый важный постулат. Самый-самый важный. Вот. И нашелся единственный настоящий садовод, настоящий, вот, из Москвы, Павел Трануа, который что сделал? Написал своим постулатом номер два. На земле изначально росли культурные сорта и виды. Вследствие от природных, которые не отличавшего лекарства, зато одно из интересных садов. И дальше оказывается, что он ее не просто повторил. Он расширил и привел множество примеров, которых я и знать не знал. Так ведь. Вот. И Александр Алексеевич не нашел. Потому что невозможно все перечитать. И где-то несколько моих журналов ваших ходят по рукам, не вернули. Вот каким удовольствием процитировал бы я ту даму, которая написала про мой постулат, вот этот, что это дичь. Там было слово дичь, помните? Видимо, она ассоциировалась со словом одичавшая. И сказала, что Железо написал дичь. Вот. А вот там немцы нет, немецкого ученого дичь не писали. Когда вот это повторили. Вот это вот. А я еще, знаете, друзья, подумал. Еще минутку. А я подумал, что это, насколько много уехал в Германию. Вот. А они, может быть, не такие, эти самые, ленивые. Они, может быть, читают все-таки, вестник садовода в этом журнале же, ведущие ученые печатались. Ну, случайно, я сюда попал. А хотя нет, не случайно. А теперь вот это вот прочитайте. Мошенники от лженауки укрепляют оборону. А написал Пархоменко, журналист. Это только маленький кусочек. Вот здесь вот есть целиком. Вот здесь слово где-то. Мошенники, мошенники. Мошенники. А, ладно. Мы сократим время. Пока буду искать. Вот это маленькую часть. Почему? Тут есть слово. Прочим не включили. В общем, получается так. Все же из-за того, кто держит руку на горле у всех ученых. Захочет, скажут. Плагиат захочет, плагиат пропустят. Ну, а потом, сами знаете. У нас в Госдуме самые умные люди собрались. Тут почему-то у них, кроме медалей, и этих, ну, в общем-то спортсмены одни, да. Диссертациях почему-то пишут там милиционеры и прочее, видимо. Ну, это, у них и время есть для этого. В общем, я это привел для чего? Пока вот этого не будет. Пока вот такие люди, как тот, может, я свинью ему подсовываю, как тот, я все время фамилию не могу запомнить. Но все-таки я хочу повторить. Ваяко Владимир. Пока такие не будут. И пока им не дадут свободу. Откуда вот это дикое непрездие, это самое, богословие? Откуда? Ну, все равно же в церковь ходят, обязательно это. Ходят в церковь, целуют крест, стоят со свечками. Все. А попробуй, не пойди. Президент со свечкой, премьер-министр со свечкой. Каждый праздник вековный. Откуда это фарисейство? Продолжение следует. Продолжение следует...